Доброе утро, ребята! Доброе утро, Красноярска! Всем прекрасной рабочей недели, которая стартовала сегодня. И с удовольствием вам представляю моего утреннего гостя. У меня в гостях заслуженная артистка России, владательница золотой маски Светлана Кальянова. И встретились с ней мы не просто так, а 21 октября в музыкальном театре нашего города состоится большой бенефис Светланы. Называется он «Безумный день» или «Бенефис». Прямо сейчас мы об этом и поговорим. Светлана, расскажите, почему вы придумали такое название мероприятия? Ну, надо сказать, что бенефис – это и есть «Безумный день». Потому что с утра трясешься от волнения, вечером трясешься от возбуждения, а процесс весь, он и напоминает некое безумство. Поэтому, ну и как напоминание некое моим почитателям моего творчества, это один из первых моих спектаклей, которые я вообще сыграла. «Безумный день» или «Жениго Фигаро». Да, он называется «Безумный день» или «Жениго Фигаро». Это первый спектакль, который я сыграла в оперном театре. Я была там героиней Сюзанны, поэтому сейчас у меня много героинь, и все они в моем безумном дне. Я знаю, что у вас это не первый бенефис, уже отметили один, а это попросили ваши почитатели вашего творчества, скажем так, да? Да, это очень приятно, да. Расскажите, что будет на концерте? Вот немного приоткройте нам, так скажем, занавесу тайны. Я решила провести это мероприятие именно в театре, потому что были другие планы, могли быть, скажем так, варианты, да, как сольный концерт, может быть, на другой площадке, ну и так как я, в общем, обожаю театр. И театр – это много цехов, много партнеров, это оркестр, это балет. Естественно, мне бы хотелось, чтобы в моем бенефисе проучаствовали все мои партнеры, все мои друзья, приглашенные и коллеги по работе. И, соответственно, конечно, только театр, только театральное действие. Это некая такая загадка, театральное действие из театральных отрывков, вот так. Ну, я знаю, что, конечно же, помимо вас будут участвовать в этом мероприятии другие артисты вашего театра, будут интересны. Да, да, будут интересны. Все мои друзья, все мои друзья приглашенные. И в прошлый раз одни приглашенные, в этот раз будут другие приглашенные. Я знаю, что вы очень многого добились уже, действительно, «Золотая маска», самая престижная театральная премия, в принципе, которая у нас может есть. Скажите, сейчас какие цели и задачи ставите перед собой? Многое. Ну, не скажем, что многое, скажем, чуть-чуть немножечко. Немножечко чего-то есть, да, в моем творчестве, какие-то достижения, но это немного. А сейчас задача моя состоит в том, чтобы удержаться на том уровне, на котором я вскарабкалась, вот так. Сложно удержаться? Это сложно, да. В нашем жанре это очень сложно, где разговор, потом пение, потом танец, потом снова пение. Это очень сложно. Это один из сложнейших жанров вообще музыкального. Я знаю, что у вас первое образование инженерное, это две вообще параллельные, так скажем, разные совершенно отрасли. Помогает ли это как-то вот вам в вашей сейчас профессии актера? Да, конечно. Я думаю, что прежде чем приступить к музыкальным, так скажем, каким-то воздушным, эфемерным делам, делаются расчеты. И для того, чтобы удержаться вот в какой-то в рамках умения петь, умения танцевать, во мне, как в Светлане Кальяновой, находится другая Светлана Кальянова, которая четко дает указание, куда нога идет, куда рука идет, куда глаз смотрит, как там нотку спеть. Сейчас танцевать надо. То есть математическое решение, математический дальний просчет. В общем, да. Помогает. Вот это математика в голове. 21 октября, бенефис. Дальше что? Что в планах дальше? А дальше у нас будет премьера замечательного спектакля «Дон Жуан наоборот». В оперном театре, я помню, пела Донну Эльвиру в «Дон Жуане» Моцарта. А у нас будет другой спектакль «Дон Жуан» под названием «Однажды в Севиле». Здесь я играю Донну Анну. Другая героиня, другой характер, другие эмоции. И вообще все это очень интересно, забавно. И героиня моя очень-очень такая эксцентричная, характерная героиня. Когда будет премьера? Уже известна дата? По-моему, в ноябре 11 числа. 11 числа. Светлана, хорошо провести вам концерт. Спасибо. Мы благодарим вас от кофейники «Эксекретель», что встали с утра пораньше, что пришли к нам. Напоминаю, 21 октября, музыкальный Красноярский театр, бенефис Светланы Кальяновой. Еще раз спасибо вам и доброе утро. А я же пользуюсь служебным положением, хочу поздравить прямо сейчас этого человека, которого я безумно люблю. Папочка, с 45-летием тебя, ты самый лучший на свете отец. Всем альбов тебе, Саша Варина. На этом у меня все передаю вам слово.